Как похудела Ксения Собчак? Кандидат в президенты, экс-ведущая Дома-2, очаровательная жена и мама, актриса и телеведущая, журналистка, общественная деятельность Ксения Анатольевна Собчак известна своей дерзкой манерой ведения диалога и неординарным мышлением. Другая визитная карточка Собчак – ее безупречная фигура. Даже после родов она сохранила стройность и точеные формы. Телеведущая умеет красиво себя подать и не стесняясь позирует перед миллионами фотокамер. При росте 173 см Ксения весит всего 53 кг. Параметры ее фигуры 86-63-86. Идеальные пропорции. Настало время узнать, в чем секрет ее потрясающей внешности – диета, питание, спорт. Действительно, Ксения предпочитает здоровый образ жизни. Много две пиццы и плавает, занимается йогой, уделяет внимание растяжке и ходит в спортзал. Собчак посещает огромное количество мероприятий. Для нее можно сказать, что она всегда на ногах. Питание у светской левицы тоже особое. Все они используют методику профессора Шелтона, о которой мало кому известно. Согласно этой методике, питаться следует преимущественно раздельно, ввиду недопустимости смешивания щелочных продуктов кислыми, поскольку такое сочетание замедляет метаболизм. Шелтон изучал свой предмет много лет, чтобы в конечном итоге выявить миру те самые списки запрещенных и разрешенных продуктов, считаемых и категорически непредходящих для поедания вместе. Что нельзя есть? Диете Собчак запрещены. Вяленые овощи и фрукты, копченые продукты, любые консервы, полуфабрикаты, колбасы, любые продукты, содержащие сахар, кетчуп, майонез и другие жирные и сладкие соусы, маргарин, чай, кофе, газированные напитки, фастфуд, сухое молоко и сгущенка. Собчак пьет много воды, ее день начинается с стакана прохладной воды с хомтиком лимона. В течение дня она употребляет свежевыжатые соки, настоя и отвары без сахара, травяные чуи и сборы, натуральные смузи. На десерт разжижены фруктовые желе и творожные муссы с ягодами, фрукты. После шести Ксения ничего не ест. Удивительно, но скандально известный политик уделяет огромное внимание позитивному настрою. Она не приемлит разговоров за едой, в особенности на сложные и тяжелые раздражающие темы. Собчак советует есть медленно, тщательно пережевывая пищу. Так она лучше усвоится, и вы в свое время сможете ощутить седыст. Известно, что чувство насыщения приходит позднее, когда желудок уже давно полон. В результате чего мы переедаем. Ксения Анатолина всегда встает из-за стола с чувством легкого голода, никогда не объедается. Немного поправившись во время беременности Ксения сразу же после родов принялась за себя. Классическая диета Собчак не подразумевает голодание и не является монодиетой. Телеведущая использовала простую систему питания, основанную на раздельном потреблении пищи. Обязательные требования. Не менее 4 приемов пищи в день. Как можно больше вареной еды. Ничем не заправлять и не солить. Близнец диеты не более 21 дня. Диета Собчак. Меню на неделю. День 1. Завтрак. 1 тост, 3 свежих огурчика. Перекус. Корска черники. Обед. Овощной суп и овощной салат. Перекус. 1 яблоко. Ужин. Вареный окунь и цветная капуста. День 2. Завтрак. Фреш без сахара и 3 фрукта на выбор. Перекус. Брокколи и овощной салат. Обед. Овощной суп без картофеля, запеченное филе утки, свежие огурцы. Перекус. Любые фрукты можно в виде салата. Ужин. Обезжиренный творог с малиной, горстка орешков. День 3. Завтрак. 2 яйца, салаты с леплой, заправленные лимонным соком. Перекус. Овощной салат со шпинатом и морковью. Обед. Отварная курица и любые овощи на пару. Перекус. Горстка ежевики. Ужин. Творожная запитанка с изюмом. День 4. Завтрак. 2 кусочки дзини, кефир. Перекус. Огуречный салат, овощи на пару. Обед. Суп-пюре из гороха. Перекус. Брокколи и цветная капуста на пару. Ужин. Рис запеченный с яблоком, без масла и сахара. День 5. Завтрак. Обезжиренный йогурт с горсткой ягод. Перекус. Морковный сок и зеленые овощи. Обед. Капустный суп. Перекус. Домашнее фруктовое желе без сахара. Ужин. Тушеные баклажаны с кабачками и морковью. День 6. Завтрак. Салат с морепродуктов и коричневый рис. Перекус. Апельсиновый сок и пара фруктов. Обед. Томатный суп. Перекус. Йогурт с ягодами и орешками. Ужин. Отварная речная рыба с овощами. День 7. Завтрак. Ассорти из фруктов. Перекус. Овощной салат с добавлением вареного яйца и капли оливкового масла. Обед. Куриный бульон. Перекус. Три кусочка арбуза. Ужин. Творог с яблоками и орехами. На этой диете телеведущая сидит по необходимости, например, когда готовится к важному мероприятию. В остальное время ее рацион выглядит практически так же. Диета позволяет потерять до 4 кг лишнего веса без их последующего возвращения. Питаться по системе Собчак можно весьма продолжительное время. В процессе похудения организм получает все необходимые витамины и микроэлементы, поэтому бояться истощения не стоит. Но ввиду скудной калорийности рациона, диета Собчак не рекомендована детям и подросткам, пожилым людям и людям в послеоперационный период или в период восстановления после травмы. Перед началом похудения с помощью такого рациона рекомендуется обратиться к врачу за консультацией.